Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы с вами снова серия на проекте Amazon Replay. В этом видео я покажу самую быструю машину на серваке, посмотрим как она едет, какие у нее плюсы и минусы. Я думаю вам это будет очень интересно, поэтому пацаны ставим лайки, подписываемся на канал. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсан Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервисе в Amazon Replay. Желаю всем приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Как я думаю вы поняли, мы сегодня будем тестировать самую быструю и дорогую машину на серваке, а именно Bugatti Chiron, которая очень хорошо едет, едет она сейчас 300 км в час, ее буквально недавно пофиксили, поэтому я думаю вам будет интересно посмотреть как едет эта машина. А едет она очень даже неплохая, но все равно есть пару нюансов, о которых я вам расскажу. Возможно кто-то решает себе купить эту машину и для вас это видео будет очень даже полезное. Хотя данный автомобиль стоит примерно там от 50 миллионов, некоторые его продают за 70 миллионов, некоторые его продают за 100 миллионов. Эту машину нельзя купить ни в каком автосалоне, она была всего лишь на ивенте и все, больше ее нигде достать нельзя, даже в рулетке. Поэтому пацаны ставим лайки, подписываемся на канал, если у вас кнопочка подписаться красная, то нажмите на нее, чтобы она стала серая, потому что кто не подписан пацаны, вы должны быть обязательно подписаны на мой канал, потому что вы этим самым будете меня поддерживать и мотивировать. Моя цель для этого добить 20 тысяч подписчиков, а вы мне в этом очень можете помочь, поэтому не нынитесь и просто подпишитесь на канал. Итак, давайте для начала я вам покажу карпас данного транспорта, потому что машина довольно-таки интересная, вот пишем карпас. Итак, данная машина очень дорогая, по-хвостке даже, вот, госцена 20 миллионов, это достаточно много, целостность у нее конечно подустала, потому что я на ней немножко покатался, поврезался, поэтому целостность я в принципе подчиню. Оно у меня находится в полном тюнике практически, нету только аудиосистемы. Но пока что у меня нету денег, чтобы ее поставить, но возможно в будущем я поставлю на нее еще аудиосистему. Номера на ней Full Blood, 3K36, номера стоят около 50 миллионов. Итак, давайте посмотрим разгон без нитро, да, у меня на тачке есть нитро, поэтому это очень круто. Итак, вот мы просто подержаем и нажимаем просто газ в пол. Смотрите внимательно на спидометр, как она быстро разгоняется за 250 км в час. Вот, нажимаем просто газ и ускорение у нее очень хорошее, она быстро разгоняется. Видите, 250 набирает быстро, но потом машина сдувается и максималку разогнать на ней сложно. Вот видите, я еду, все, уперся, уперся, не могу больше ехать. Видите, у нее какой-то бах есть. Вот сейчас я, видите, еле разгоняюсь, 260. А максималка у нее, пацаны, 333, если вы не знали. Но видите, я разогнать ее не могу. А почему? Это какой-то бах непонятный. Но если мы включим нитро, то мы сможем выжать максималку. Вот сейчас мы разгонимся 250 и я просто нажму на нитро. И вы посмотрите, то что она начнет быстро ускоряться. И она сможет выжать свою максимальную скорость. Реально машина такая очень интересная, специфическая и необычная. Ну вот я разгонался 265 еле-еле. И теперь давайте мы включаем нитро просто и все. Чекайте просто на скорость. Сейчас она поедет в максималочку свою. Максималочку у нее 333. Ох ты, еб твою налево. Вот это было жестко. Вот это было жестко, пацаны. Но я думаю, увидели то, что там максималка была 333. Я считаю, эта скорость очень хорошая. И это считается самая быстрая машина в серваке. Но без нитро данный транспорт не может разогнать максималку вообще никак. Как бы я ни старался, по какой прямой я бы не ехал. Но максималку я без нитро не могу сделать. Я не знаю, что это за прикол. Как бы да, с нитро на ней 333. Но без нитро максимум я могу на ней выжать 265 км в час. Я считаю, что это нужно как-то пофиксить, потому что, ну как-то непонятно. Ты как бы вроде бы и едешь, но она дальше не хочет ускоряться. Она как-то упирается в ограничитель. Но как только ты включаешь с ней тросик, все, она просто идет нормально. Вот сами даже смотрите. Вот сейчас она спокойно 333 разгоняется. Вот, 333. Давайте теперь поговорим про управление данного транспорта. Рулится она очень хорошо. Это полный привод, как бы, реально рулится она хорошо. Но рулится она лучше на скорости. Да, вы можете на ней бачком повалить, в принципе, в этом проблем никаких нет. То есть машина реально универсальная. Как бы вы можете и прямо быстро ехать, и бачком тоже можете нормально ехать. Там до 150 км она бачком нормально идет. Тачка, как бы, интересная. Выглядит она очень круто. Это гиперкар. То есть, ну, внимание она привлекает, я не спорю. Типа, да, это прикольная машина. Но цена, конечно, кусается, пацаны. Потому что 70 миллионов, я думаю, не каждый готов отдать за машину. Плюс у меня еще здесь фаблаты стоят. Как бы, ну, ей цена около 130 миллионов. Тачка реально годная. Очень годная. Я не жалею, что я ее купил. Но есть еще косячки. Это именно вот эти колеса. Они просто жестко выпирают. Я не знаю, почему они это не могут пофиксить. Вот серьезно. Смотрите, какие колеса широкие на ней. Я понимаю то, что это гиперкар, там все дела. Но они должны быть настолько широкие. Да, они широкие в реальной жизни. Но не настолько, что они упирают за рамки. Видите? Они за рамки просто влазят даже. Спереди, конечно, чуть поменьше. Но, ну, сами смотрите, то, что, ну, они реально очень большие. И это очень сильно бесит. Серьезно. Меня это очень сильно бесит. Потому что из-за размера колес она теряет свой внешний вид. А если поставить другие диски, они будут такие же большие. Поэтому это самому никак не пофиксить. И надеюсь, что в будущем это исправят. Потому что вот меня серьезно это сильно бесит. То, что такие широкие колеса. Типа, бачком она реально очень хорошо идет. На ней можно жестко прям дрифтить. Тачка реально очень уходная. Но, я не знаю, советовать ему покупать или нет. Потому что, позволить ее сможет не каждый. Тем более, их всего на серваке около 10-15 штук. То есть, это не машина, которую вы сможете пойти и спокойно купить на ношане. На ней реально прикольно гонять. Типа, ты можешь любого просто обогнать. Кого угодно просто. Вот, тебе кто-то подъедет, если у него не бугать. Ты можешь его спокойно обогнать вообще, без каких-либо проблем. И она очень хорошо управляется. То есть, я на ней еще ни разу не разложился. Вот серьезно. Я на ней целый день катаюсь. И еще ни разу я на ней не разложился. То есть, тачка реально управляемая. Прям реально годная машина. Она стоит своих денег. Но, покупать ее или нет, это уже решать вам, пацаны. Прямо выглядеть. Увидитесь. Прямо выглядеть. Увидимся. Увидимся. КОНЕЇ. Увидимся.